9 вопросов стояло на повестке дня 49-го внеочередного заседания Совета депутатов, но один из них требует пристального рассмотрения. Проект внесения изменений в бюджет Ленинского городского округа озвучила заместитель главы администрации муниципалитета Лариса Калмогорова. Предлагается бюджет в доходной части на 2022 год увеличить в сумме на 223 849 32 тысяч рублей, по расходам увеличить на сумму 235 843 13 тысяч рублей. За сухими цифрами решение ряда проблем, с которыми жители округа обращались к народным избранникам. Одна из них – общежитие на улице Гаевского в Видном. Здесь живут граждане из ближнего зарубежья, работающие на различных стройках. На встречах с депутатами люди часто жаловались на беспокойное соседство. Они прямо так реально выбрасывают мусор с пакетом из окна, и там просто лежат вот так вот, все крысы бегают. А еще раз пить о спиртных напитках, громкая музыка и даже драки. Своим решением депутаты одобрили выделение средств на покупку здания у нынешнего владельца, о чем уже достигнуты предварительные договоренности. Соответственно, планируется, что и контингент проживающих серьезно изменится. Ко мне обращались жители с просьбой как-то разобраться с этим зданием, где находилось общежитие. Сегодня глава Ленинского городского округа, Совет депутатов, поддержал инициативу о выкупе этого здания, то есть выделении денежных средств. Там будут жить врачи, учителя и молодые специалисты. В обновленном бюджете округа теперь предусмотрено финансирование ремонта детского спортивного клуба «Орленок». В нем занимается порядка 300 маленьких спортсменов. Ремонт здесь не производился более 20 лет. Планировали сделать его раньше, но помешали известные обстоятельства. Пандемия и еще остальные проблемы. В итоге сейчас жизнь не стоит на месте, движется. И в итоге сейчас у нас удалось все-таки запланировать бюджетные средства для ремонта спортивного клуба. В этих поправках выделены средства для увеличения заработной платы работников городского центра спорта. Теперь в бюджете предусмотрены деньги и для выкупа в муниципальную собственность Дома культуры, расположенного в деревне Белиутово. В ближайшей перспективе планируется, что в здании будет сделан ремонт, и там вновь заработают кружки. Для начала сейчас будет процедура выкупа. Потом после этого мы, соответственно, поймем, какие нужно провести ремонтно-реставрационные работы на месте. Но направление для этого здания, оно остается прежним. Это социальная история для наших деревень, где можно организовать соответствующие кружки для детей и заниматься. Также на 49-м в неочередном заседании Совета депутатов было принято решение о поощрении преподавателей. Ученики которых занимают призовые места на различных олимпиадах. И педагогов, подготовивших выпускников, набравших максимальное количество баллов на едином государственном экзамене. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.